Защитники природы проводят манифестации в славянском городе Порторож, где проходит заседание Международной китобойной комиссии. В этом году организация отмечает 70-летие со дня основания, при этом три десятка лет назад она же ввела всеобщий мораторий на китобойный промысел. Однако до сих пор в мире добываются более трех тысяч китов ежегодно браконьерами и странами, не присоединившимся к мораторию. Например, в Японии ловят китов для науки. Наука необходима для охоты, рыболовства и всего подобного. Использование природных ресурсов необходимо подкреплять научными свидетельствами. Форма научных исследований может быть разной, но наука необходима в любом случае. Другие страны уверены, что форма исследований как раз имеет значение. В 21 веке уже нет никакой необходимости убивать китов. Акустические метки, подводные станции прослушивания, спутниковое слежение позволяют проводить успешные и эффективные исследования, без использования летальных методов. В той или иной форме продолжают китобойный промысел Японии, Исландии и Норвегии. Эти страны либо не присоединились к мораторию, либо выдвинули собственные условия, которые не всегда являются общепризнанными. Мораторий оговаривал также право на добычу китов аборигенными народами с целью сохранения их жизненного уклада. Этим правом пользуются жители России, США, Канады и Фарерских островов. Другой серьезной угрозой является глобальное потепление. Среди прочего, киты из-за него мигрируют в другие регионы, где прибрежные страны не являются участниками моратория.